Если бы мне 10 лет назад сказали, что Mercedes будет таким, я бы не поверила. Вроде бы все фирменные фишки на месте, но ощущение, что это абсолютно другой автомобиль. Свежий, смелый и молодежный. Так ли это на самом деле? Будем проверять. Те, кто любит быть в центре внимания, первое время будут просто в восторге. Эту машину пытаются рассмотреть все без исключения. Еще бы! Яркий, технологичный и вместительный Mercedes, да к тому же по более-менее доступной цене. В России новый А-класс появился совсем недавно. Рынок затаился в ожидании. Интерес зашкаливает. По сути, это дебют Мерседеса на рынке премиум-хэтчбеков. В этой лиге уже давно выступают Audi A3 и единичка от BMW. Смелые линии кузова, светодиодная оптика, заниженная крыша. Конструкторы и дизайнеры создали одновременно спортивный, поджарый, но гармоничный и стильный автомобиль. В 1997 году новости о том, что Мерседес вот-вот представит серийную модель А-класса, немцы встретили скептично. Но фанаты марки и вовсе были в ужасе. Компактный городской хэтчбек, да еще и на переднем приводе. Тогда говорили, что компания, чтобы поправить незавидное финансовое положение, решила скатиться чуть ли не до уровня Opel. После мировой премьеры новинки критики стало еще больше. Досталось не только дизайну и трансмиссии, а всей концепции в целом. Понадобилось несколько лет, чтобы публика привыкла. По всей видимости, замысел маркетологов удался. Нынешнее поколение А-класса дебютировало уже под громкие овации. Спортивные сидения с хорошей боковой поддержкой. Легкий руль. Молодежной аудитории этот салон точно придется по вкусу. Большие серебристые дефлекторы, напоминающие турбину самолета, как у СЛС. Навесной цветной дисплей. Кругом кожа. Причем даже в самых простых комплектациях интерьер будет выглядеть достойно. Качество материалов в отделке. Вопросов нет. Все по-немецки добротно. Ну, пускай не так дорого, как в старших моделях компании, но тоже хорошо. Сзади места более-менее достаточно. Коленками я не упираюсь над головой. Пространство тоже есть. Рослому человеку здесь будет комфортно. Но в то же время залезать из-за низкой крыши сюда неудобно. А теперь тест на вместительность. Подголовник для третьего пассажира есть. А на деле, ну, как вам, комфортно? Удобно? А мне не очень. Багажник у хэтчбека весьма скромный. 340 литров. Хотя, если сложить заднее сидение, то пространство получится в три раза больше. И практически идеально ровный пол. Вот только крышка багажника очень трудно закрывается. Теперь за безопасность, помимо классических элементов, вроде подушек и шторок, отвечает целая россыпь электроники. У нас не топовая версия, но списку опций позавидуют даже люксовые седаны. Уже в базе в машине есть система распознавания усталости водителя и предотвращения столкновений. Ну, а за дополнительную плату появится адаптивный круиз-контроль, комплексная система защиты пассажиров и смягчение последствий аварии пресейв. А еще адаптивная передняя оптика, система слежения за полосой и слепыми зонами. Новый А-класс еще не проходил краш-тесты Евроэндкап. Но эксперты не сомневаются, что хэтчбэк получит максимальные пять звезд. Подвеска у новинки жесткая, но в меру. Пускай и младший, но все же это Мерседес. И комфорт внутри по умолчанию. Шумоизоляция хорошая, аудиосистема. С отличным звуком поможет отвлечься от любых проблем. С расходом топлива все в порядке. Здесь А-класс проявил себя с лучшей стороны. В городе у нас получилось около 9 литров на сотню. Для машины с такой динамикой экономичность впечатляет. А сейчас тест на маневренность. Диаметр поворота ровно 11 метров. Но учитывая ее габариты, а в длину машина менее 4,3 метра, кажется, что она должна быть поворотливей. Атлетичные формы нового А-класса намекают, что на нем хоть на гоночный трек. Что ж, устроим спортсмену настоящее испытание. Едем на специальную площадку. Динамику и управляемость германского хэтчбэка мы проверяли вместе с профессиональным гонщиком, неоднократным призером России по автомобильно-кольцевым гонкам Ильей Каменским. Ну, это ты едешь сейчас на режиме эко. Экономичный режим, да. Но при этом мы достаточно быстро ускоряемся. Входим в поворот. На экономичном режиме перегрузки не столь высокие. Мы хотим перегрузок. Мы хотим экстремальных условий. Поэтому включаем спортивный режим. Поехали. Ручка переключения передач находится под рулем. Удобно тебе или нет? Чтобы это было катастрофически неудобно, я так сказать не могу. Потому что у вас есть очень удобный трехспицевый руль и подрулевые лепестки переключения передач. Затормозили хорошо? Да, очень хорошо. Уверенно, стабильно. Проверили торможение экстремальное. Проверим боковые перегрузки. Во время одного из первых тест-драйва ФА-класса в 97-м году журналисты Швеции перевернули машину, выполняя обычный лосиный тест. Виновата была так называемая система двойного пола. Ее придумали, чтобы в случае лобового удара мотор и трансмиссии уходили под педали, а не в середину салона, нанося увечу водителю и пассажиру. Идея хорошая. Но о том, что центр тяжести при этом получится высоким, инженеры, похоже, не подумали. В итоге после аварии на полигоне потенциальные покупатели были в шоке. Но о компании пришлось в срочном порядке отзывать автомобили, чтобы поменять настройки подвески и установить систему стабилизации. Надо посмотреть, как машина будет себя чувствовать в поворотах. Закладываем на 80. Ты знаешь, очень уверенно, очень стабилен оклад в поворотах. Очень спортивный. Руль не пустой. Крены проявляются, но незначительные. Стрелка спидометра перевалила за 100 км в час. А у нас все хорошо. 156 лошадей. Достаточно для такой машины? Для такого автомобиля достаточно, потому что автомобиль не тяжелый. А вот дорожный просвет, конечно. Маловато. Маловато. В линейке двигателей в России выбора практически нет. Только бензиновые моторы 1,6, 122 и 156 сил. У нас второй вариант, более мощный. Оба мотора предлагаются либо с шестиступенчатой механикой, либо с семиступенчатым роботом. Еще одна интересная деталь. Коэффициент лобового сопротивления у модели 0,26. Намного лучше, чем у большинства конкурентов. Комфорт или спорт? Чего в машине больше? Он достаточно в меру спортивен. И в меру комфорта? В меру комфорта, да. То есть, конечно же, если вам однозначно хочется комфорта, вам необходима более мягкая подвеска. Но тогда вы потеряете спортивность. А если вам хочется спорта, голого, но вы по-любому потеряете в комфорте, потому что это когда голый спорт, это более жесткий автомобиль, и, конечно, он наименее комфортный. Ну, а теперь тест на скорость до 100 км в час. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, девять, сто. Девять, девять. По паспорту она разгоняется до сотни за восемь и три десятых. Почему мы так разогнали за девять и девять? Потому что мы проверяем не на точном профессиональном оборудовании, а у нас есть обывательский спидометр. И негенерное дорожное покрытие. Да, конечно. Итак, что мы имеем в итоге? Один из самых стильных и красивых представителей С-сегмента, который по внутреннему оснащению смело можно записать и в класс постарше. Электронные помощники и системы безопасности удовлетворят самую требовательную публику. Впрочем, вместительность у хэтчбека средняя, подвеска жестковатая, но а цена укомплектованной версии может вызвать сомнения у потенциального покупателя. Базовый А-180 обойдется в 875 тысяч рублей. Модель с более мощным двигателем уже идет от миллиона 170 тысяч. Наша комплектация примерно миллион четыреста тысяч. Ну а самая топовая модификация с дополнительными опциями стоит почти 2 миллиона. Скорее всего, молодежную аудиторию только цена и готова отпугнуть. Ведь по большому счету новый А-класс сочетает в себе все те качества, которые сейчас в тренде. И как минимум, хорошее настроение и реакция прохожих вам обеспечены. И неважно, какую машину вы выберете. Главное помните, тише едешь дальше. Будешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!